Ирина Геннадьевна, спасибо большое за то, что согласились ответить на наши вопросы сразу после буквально перелета из Новосибирска. Скажите, пожалуйста, вот врачи различных специальностей бьют тревогу. У всех создается какая-то очень тревожная ситуация, вызванная плохой экологией, нашими стрессовыми ситуациями, нашим неправильным образом жизни. Насколько благополучны дерматовенерологи в этом плане? Дерматовенерологи в отношении микологии, я думаю, что одни из наиболее благополучных специалистов, потому что у нас микология, можно сказать, основы микологии, они и развивались в области дерматовенерологии. И азы, которые формировались в истории, допустим, отечественной дерматовенерологии, они также были связаны с заразными заболеваниями кожи и ее придатков. То есть это были исследования по различным онихомикозам, по трихофитиям у детей, в том числе по трихофитиям, большие эпидемиологические исследования. И, в общем-то, клиническая микология, она в большей степени выросла, наверное, из дерматовенерологии, чем из другой специальности, потому что глубокие инвазивные микозы, они встречаются значительно реже, чем поверхностные распространенные, с которыми мы работаем. Поэтому здесь мы, конечно, мы подкованы, мы знаем наши группы риска, мы знаем ситуацию, которая происходит у наших пациентов. И даже если говорить о таких, в общем-то, сложных проблемах, как, например, проблема ВИЧ-инфекции, которая сегодня стоит, когда мы видим, что у людей развиваются грибковые заболевания, вызванные теми возбудителями, которые раньше были совершенно не патогенные, которые присутствовали в среде, то, в общем-то, мы как дерматовенерологи готовы к их диагностике и, соответственно, к тому, чтобы работать с такими пациентами. Я знаю, что вы занимаетесь еще педагогической деятельностью. Расскажите, пожалуйста, о своих учениках, о том, какие знания вы несете им. Да, я преподаю в Новосибирском государственном университете, и у нас в Новосибирском государственном университете дети делают на протяжении 5-6 курса выпускную квалификационную работу, которая представляет уже как бы мини-исследование, в общем-то, являющейся, можно сказать, основой их в дальнейшем кандидатской диссертации. В том числе мы делаем такие исследования по проблемам экологии. У нас были дипломники, которые делали очень интересные работы в направлении выращивания грибов. Они смотрели, какие культуры грибов ирастают, допустим, на коже ее придатков у пациентов, стационара, в том числе урологического стационара. Хотя, казалось бы, да, вот здесь вот достаточно такой большой спектр, но, однако, люди, которые длительно болеют какими-то хроническими заболеваниями, то они имеют и другой спектр грибковой инфекции. Есть работы по изучению сенсибилизации кожи. Вот сегодня я буду тоже делать доклад здесь. Это основан на одной из наших выпускных квалификационных работ, как раз связанных с сенсибилизацией к плесневым грибам, которые находятся в помещениях. В общем-то, микология является такой перспективной областью, в которой дети с удовольствием делают свои дипломные работы, и которые действительно очень перспективны. Вы говорите дети, а ведь это уже практически выпускники ВУЗа. Да, это уже практически выпускники ВУЗа, действительно. Ну, для нас, как педагогов, вы же понимаете, что немножко возрастной момент есть. Когда они все-таки приходят даже на четвертый курс на дерматовенерологию, они еще настолько дети, по сравнению с тем, когда они защищаются на шестом курсе, что очень приятно наблюдать этот рост, в том числе рост профессиональный. И уже когда они защищают работы, в том числе микологические работы, видно, насколько они сформировались как профессионалы. Вы видите этот блеск, заинтересованность? То есть у вас есть уверенность в том, что они будут заниматься этим и дальше? Да, в этом-то все и дело, что и работы зачастую, они обсуждаются изначально и выбираются как раз на актуальные темы. То есть для того, как выбрать какую-то научную работу, в том числе в области микологии, они проводят мини-исследование, получается, того, что актуально на сегодня, что перспективно, какие новые методы, в том числе диагностики, лечения появляются, для того, чтобы это было не повторение каких-то старых вещей, а все-таки, чтобы это были новые и востребованные на сегодня технологии и исследования. И, конечно, глаза горят, руки работают, мозг тоже трудится, поэтому я думаю, что это очень важно на самом деле, то, что молодые кадры, они, в общем-то, приходят уже со студенческой скамьи. Для новосибирских врачей важно участвовать в мероприятиях, которые проводятся с помощью интернет-технологий. И как вы смотрите на перспективу развития таких мероприятий, таких методов, способов общения? На самом деле в Новосибирске очень востребовано, потому что большие очень перелеты, очень достаточно по времени тяжелые перелеты. Все-таки, когда начинается уже 3-4 часа перелет, то здесь уже ломается полностью график. И Новосибирск один из первых городов, где, может быть, уже сегодня говорили, проводили телемост, и в том числе телемост, связанный с микологией. И на сегодня, благодаря сайту Дерматологи.ру, огромное количество врачей, практически все дерматологи Новосибирска подписаны. И я даже, когда смотрю передачи, вижу по тем вопросам, которые задаются врачами, что каждый раз, каждая передача смотрит большое количество коллег. Тем более, у нас получается удобно, когда здесь идет трансляция. У нас обычно это вечернее время, такое комфортное, 8 часов вечера, когда можно посмотреть какую-то передачу, либо художественную, либо, соответственно, уже то, что нам хочется для души профессионально. Спасибо. 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 Спасибо.